Организационных вопросов много, начиная от оформления города до обсуждения содержания праздничной программы. Традиционно она создается не на один день. Основные мероприятия начнутся 19 числа и закончатся не 23 числа. Красочной, хорошей программой, которая будет называться «Анапа. Лучший город на земле». Пройдет она в городском театре. Я думаю, будет хорошо, красиво, торжественно. Будет праздничная программа на театральной площади вечером. Поэтому всех жителей «Анапы» я приглашаю на театральную площадь 23 числа. И наша праздничная программа в этот день закончится, естественно, традиционно, красивым фейерверком. «Анапа. Город воинской славы. Красной Нечи» в программе проходит тема празднования 74-й годовщины освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. И здесь главные действующие лица и продолжатели славных традиций – наша молодежь. Начинается мероприятие с 19 сентября. И начинаются они достаточно символично. Это захоронение на территории сельского округа Субцегского останков солдат Великой Советской Армии. Останки нашли наш поисковый отряд, поисковый отряд «Черномор», руководителем которого является Андрей Коробков. Они проводили изыскательскую деятельность, обнаружили эти тела. По отдельным фрагментам установили, что это действительные бойцы доблестной Красной Армии. И на территории сельского округа, еще раз повторяю, 19 числа пройдет церемония захоронения. Мы приглашаем всех жителей нашего города. Ни одной патриотикой наполнят активисты праздничные выходные. День города, символизирующий в Анапе закрытие курортного сезона, всегда проходит ярко. Творческие площадки развернутся в гортеатре и на театральной площади. Молодежные, креативные и познавательные секции в сквере Гудовича. Это будет Анапа морская тематика. Мы говорим спасибо нашему городу, этой замечательной жемчужины под названием Анапа, за сезон, который прошел. Он был яркий, он был запоминающимся. Наши молодые люди смогли найти здесь для себя любое занятие. Насыщенный событиями день обещает и Анапский археологический музей. Девиз праздника – здравствуй, древняя горгипия и вечно юная Анапа. А в программе, как уже полюбившиеся нашим гостям и анапчанам, тематические экскурсии, увлекательные лекции и мастер-классы, так и новинки. Для детей квесты и путешествия, для взрослых – тайны древней и современной Анапы. Еще мы организовали фото-конкурс, который называется «Моя Анапа». И в 17 часов в отделе археологии на набережной будет подведение итогов этого конкурса с вручением призов. Можно будет познакомиться с фотографиями, которые повествуют о жизни, истории, природе Анапы и ее людях. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на нашем сайте.